Сегодня я поехал в ПВДшку на два дня. Поехал я из Коломны к Есенину. Проезжал сейчас мимо этого места, где весной мы проезжали, и тут все было затоплено. То есть вот прямо оттуда и вот до той стороны реки. Короче, вот все-все-все вот это было в воде. Я попробую найти кадры и вставить потом, чтобы сравнить. Поехал я в эту поездку на новом велосипеде. Это не мой велосипед, мне дали его на обзор. Это впервые, то есть первый раз я согласился взять велосипед на обзор. Почему я не снимаю обзоры на велосипеды, почему я не соглашаюсь брать велосипеды? Потому что это очень тяжело. Что именно тяжело? То есть вот представьте, что у вас самый идеальный велосипед, который только можно себе представить. То есть, ну по цене, ну даже не будем затрагивать цену, а просто вот он идеален во всем. Руль, седло, рама, геометрия, колеса, система, все-все-все идеально. И вам приходится брать, садиться на что-то другое и потом снимать про это обзор. Естественно, снять обзор очень тяжело, потому что прямо с первых минут, прямо начиная с момента, когда вы начинаете обвешивать велосипед сумками, флягами, все начинает вас раздражать, потому что все не так, как вы привыкли, как вы собирались. То есть, представьте, я три года собирал тот велосипед, обвешивал его, там, вымерял эту геометрию, раму, все это делал так, чтобы у меня все было идеально. И тут я беру другой велосипед, и тут все по-другому. Рама меньше, то есть, хоть и эта L-ка тоже, и вроде как она под мой рост, но она меньше. Видите, какое расстояние вот там вот до сумки, оно меньше. Хотя, вроде, размер рулевого стакана очень похож на мой, но я не смог повесить сюда свою вот обычный вот этот баул. То есть, он был очень близко к колесу, собственно, эта сумка тоже достаточно близко к колесу, но вроде запас есть. Внутрирамка, то есть, у меня внутрирамка, еще слева-справа остается от нее запас, а тут она впритык. Бутылка большая не влезла туда, сюда тоже бутылка не влезла, видите, где бонки находятся. То есть, если туда что-то поставить, дай бог, если войдет рам, бутылка 0,5 размеров. Длина шатунов, система с тросиками, руль алюминиевый, обмотка, седло, алюминиевая рама, алюминиевый подсидел. То есть, все то, от чего я последние годы пытался уйти. И сегодня, когда я уже выехал и ехал свои первые 5-10 километров на этом велосипеде, ну нет, наверное, первые 5 километров, я бы думал, ну все, это фэр. Это просто самый провальный эксперимент в моей жизни. Во-первых, с этими компьютерами Маген тоже не все так гладко. И, ну, тоже я был сейчас в Грузии, столкнулся с проблемами. И я не знаю, как про это снимать. Я не знаю, как снимать про велосипед, который мне не нравится. И я ехал, об этом думал и думаю, ну все, короче. То есть, я, наверное, верну велосипед назад, скажу, что, ну, плохое что-то снимать я не хочу. Поэтому, вот, заберите назад, короче, не буду ничего снимать. Но, буквально там 5-10 километров спустя, то есть, сейчас я на нем проехал примерно 25 километров, у меня впереди еще, ну, большое количество километров. Но я решил остановиться, записать именно свои первые впечатления. И я поехал и, то есть, смотрите, обратите внимание на то, вот я сейчас сяду вот так вот, насколько низко руль в соотношении с седлом. То есть, вот седло, причем мне хочется сейчас его еще где-то там на полсантиметра чуть выше поднять. И руль, то есть, сантиметров, наверное, 20 разницы. Я сел, я думал, блин, что за жесть. У меня такое ощущение, что я сижу на какой-то раме, там, размером М или С. Очень неудобно. Это первые мои такие впечатления были. Но чем больше я на этом велосипеде ехал, тем больше я начал получать от него удовольствие. То есть, мне, ну, в целом, мне было удобно. То есть, я сейчас ехал, у меня ни спина не болит, ни плечи не затекают, ничего. То есть, я, ну, прямо еду и получаю удовольствие. Да, жесткий он, вот из-за того, что он весь алюминиевый, он жесткий. Ну, видимо, с этим надо смириться. А так, в целом, меня даже накаты этих Максис не сильно расстраивают. То есть, динамика, вот собранность, то есть, такое ощущение, знаете, цельного велосипеда. То есть, он, наверное, ближе напоминает больше Мериду. Хотя даже нет, он даже и Мериду не напоминает. То есть, это что-то совсем другое. То есть, он очень сильно отличается от того, что у меня сейчас есть. Маршрут я выбрал с максимально разнообразным покрытием, чтобы протестировать, и как он себя ведет на гравийке, и на грунтах, и на асфальте. Как я уже сказал, покрытие сегодня очень разнообразное. Ну, собственно, как и практически каждый, каждое ПВД, так или иначе, как бы ты не строил маршрут, все равно дорога принес вот какие-то сюрпризы. Я доехал до реки. Вот там вот, где церковь за церковью, чуть выше там дом Есенина. Тут вот такой спуск. Сейчас буду где-то там у воды искать место для ночлега. Я встал вот в таком месте, на берегу реки, купался вчера. Шикарная ночь была. Я вот прямо так вот с раскрытой палаткой спал. В спальник не залазил. Было очень тепло. Вечером вчера была гроза, дождь. Вот. Но я успел до этого времени и покушать, и все приготовить. Так что у меня было даже в кайф. И лежал, смотрел. Я не до конца раскрыл палату. Сначала пока был основной такой шторм. И все было закрыто. Потом уже, когда просто капало, я вот чуть-чуть переоткрыл. Вот это так оставил. Внутрь не попадала вода. Я видел, как капельки капают вот так вот по всей реке. И как они постучат по палатке. Короче, было вообще очень клево. Мне не хотелось ни снимать, ничего. Я просто лежал, кайфовал. Цель была протестировать вот этот велосипед. Как видите, я его не исчезу. То есть я его использую точно так же, как использую свой основной велосипед. Также я его оставил под дождем. Ничем не накрывал. Также я нацепил на него все сумки. Такие же, как на моем велосипеде. Нацепленные. Ну что ж, круг замкнут. Поеду домой, уже дома расскажу подробнее свои впечатления. Итак, цель моей... Цель вообще, почему я решил взять этот велосипед на тест, это мне было интересно попробовать систему 1X. В целом, мне понравилось. Я не почувствовал, какой вот сильного дискомфорта. Да, местами, когда я ехал с горки, и скорость была около 40, я бы хотел... Я бы мог ехать быстрее. Будь у меня звезда побольше. Но в целом, я не думаю, что это прям сильно важно. Ехать... Ну, подкручивать педали выше 40. В целом, это... Короче, этим можно пожертвовать. Чтобы отказаться от переднего переключателя. Кстати, я смотрю, на раме даже нет места под передний переключатель. То есть, если... Да, то есть, если захотите установить, то надо будет покупать такое крепление на трубу. Вот. И, соответственно, менять дуал. Передний, левый. На нем нет переключений. То есть, он только как тормозная ручка. Короче, мне понравилось. Я пока еще не решил для себя, хочу ли я переходить на 1X или не хочу. Вот. По велосипеду, в целом, мне понравилось. Честно. Я первые километры, когда ехал, думал, что это была ошибка взять велосипед. Потому что я ничего хорошего сказать не могу. Не смогу после своего велосипеда, который, с моей точки зрения, идеальный. Но примерно километров через 20 я поменял свое мнение. Оказалось довольно удобно. То есть, честно, мне прямо очень удобно была эта посадка. Как видите, тут геометрия отличается от моей рамы. Вот. Мне было комфортно. По минусам. Из минусов мне не нравится расположение бонок внутри рамы. Как видите, бонки вот тут слишком высокие. То есть, если крепить, допустим, карбоновые флягодержатели, то бутылка будет упираться прямо в раму, в трубу рамы. Соответственно, вместе с сумкой не получится это сделать. То есть, надо искать флягодержатели, у которых смещенные бонки вверх. Соответственно, уходят вниз. Такие точно есть, я знаю. Не хватает бонок внизу. Вот. И... Ну, нет. В принципе, зазор под сумкой нормальный. Вот. Надо просто сильнее ее крепить. И будет нормально. То есть, я не могу это отнести к минусам. Не будем. В принципе... А! Самый большой минус, который я испытывал, дискомфорт в этой поиске, это руль. Жесткий руль, алюминиевый. И... Очень твердая обмотка. То есть, прямо она даже не проминается. Вот я сейчас пальцем давлю. Она... Короче... Что... Вот тут я побью. Что тут. Одинаково. Вот. Даже перчатки мне особо не помогли. Поэтому, если я бы себе брал такой велосипед, я бы однозначно сразу поменял обмотку. Но, возможно, руль. Ну, если есть, конечно, бюджет. Но, в идеале, я бы, конечно, заменил руль на карбоновый и подсидел на карбоновый. Это будет и легче, и комфортнее. Вот. Возможно, я бы поменял себе тормозные диски. Потому что, ну, по моим ощущениям, тормоза точно такие же, как у меня. Но они тормозят хуже, чем мои. Я так понимаю, либо в колодках дело, либо в дисках. Я бы поменял их другие. Но это расходники. Соответственно, это уже можно со временем поменять. Когда они придут в негодность. Просто потом купить более лучшие. Цепь я бы поставил другую. Чтобы не ржавело. И кассету заднюю я бы поменял. То есть, прямо сразу менять ее нет смысла. Но когда это подсотрется, я бы просто потом купил более дорогую. Более дорогую. По переключению, ну, как бы, GRX вопросов нет. Что у меня D2, что вот этот с тросиками. То есть, все хорошо переключается. Были иногда местами, когда, знаете, переключился. Но оно не допереключилось. Но это болезнь всех тросиковых переключателей. С этим я не знаю, что можно сделать. Настраиваю, не настраиваю. Все равно такое иногда случается. Но в целом, переключение четкое. То есть, сегодня у меня ни разу не было такое, чтобы что-то не переключилось. Вчера было два раза или три раза такое за весь день. Сегодня ни разу не было. Так что в GRX вопросов нет. В целом, мне понравилось. То есть, для туризма он подходит, для легкого. Вот, багажник, крепления для багажника нет. Точнее, есть вот такое крепление здесь. И можно вот эту штуку заменить. Есть такая штука, которая одна. И подсидельный зажим одновременный. И там еще есть место для багажника. Вот, тогда можно установить багажник. Но я бы, наверное, все-таки позиционировал этот велосипед более такой, гравийный. Наверное, для легкого. Хотя нет. Я думаю, что он для любого формата подойдет. И поездить покайфовать. На нем прямо хочется ехать быстро. То есть, я когда ехал, я думаю, что так медленно еду. Смотрю, а у меня там 28. Думаю, ничего себе. То есть, он прям так провоцирует, чтобы ехать побыстрее. Возможно, если бы со временем я бы, может, поменял бы колеса. Или резину хотя бы, чтобы был лучше накат. Но это уже, конечно, идеально такое уже все это. Меня понесло, как обычно, в тюнинг. Короче, хороший велосипед. Мне понравился. То есть, честно, мне вот геометрия очень зашла. И теперь мне хочется попробовать еще другие разные геометрии, чтобы понимать, насколько сильно они отличаются друг от друга. Хотя, казалось бы, так вот внешне. Я даже в этот телеграмм выложил. Люди написали, что точно такой же, как мой, только не титановый. Но нет. Он очень сильно отличается по посадке. Я не знаю, как... То есть, у меня было ощущение, что я как будто... Как на шоссере, что ли. Но более комфортно. То есть, педалировать прямо было очень комфортно. Я не знаю, как передать эти ощущения. Но я был удивлен. То есть, первые 50 километров вчера пролетели вообще незаметно. Вот. Сегодня я ехал по трассе. Было не так прикольно, как вчера. По безлюдным дорожкам. Но все равно я пролетел. То есть, сейчас время час дня. Я уже дома. То есть, я вернулся. Я уже вернулся домой. Прошла неделя с моей последней поездки к Есенину, которая была. Я еще чуть покатался. В принципе, мои впечатления не изменились. Велосипед мне нравится. Хочу немножко рассказать про характеристики. Я, когда до этого снимал, немножко ошибся. То есть, смотрите, тут переключатели не 800-ые, а 600-ые. Вот. Задний переключатель 812-ый. С Shimano. Вот. Кассета сзади 1142. Спереди 40. Длина шатунов 172,5 миллиметра. Я, на самом деле, оставлю ссылку под видео на официальный сайт. Там все эти размеры вы можете посмотреть. Вот. Из интересного. Это то, что вес. То есть, я, на самом деле, когда взял этот велосипед, я почувствовал, что он легкий. Вот. В сравнении даже с моим, то есть, мне он показался легкий. Я подумал, ну не может быть, по-любому он весит там килограмм 12-13. Но нет. Оказывается, что в размере L он весит 10,5 килограмм. То есть, если быть точным, 10,6 килограмм он весит. И да, действительно, это ощущается. Безусловно, для того, чтобы понять велосипед лучше, чтобы прямо от души его рекомендовать, надо тесты. Надо на нем много ездить. Вот. Но у меня время ограниченное. То есть, мне вот дали его на неделю. Соответственно, я вот один раз проехался. Может быть, я еще немножко покатаюсь и дополню свой отзыв. Но, в целом, я считаю, за такие деньги, такой обвес хороший аппарат.